Микс Ньюс У нас гости! Ребята! А это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 9 Здравствуйте! Добрый день, уважаемые слушатели! Это программа Разворот, а точнее ее особый выпуск Культурная среда Как всегда, мы по средам встречаемся для того, чтобы рассказать о ближайших концертах классической музыки, поговорить вообще о музыке академической и, как всегда в студии Олег Пека и ведущая программы Елена Привалова-Эпштейн Добрый день! Здравствуйте! И сегодня в нашей студии Инна Давыдова, глава фонда Германа Брауна Здравствуйте! Добрый день! Анастасия Хатулева Солистка Оркестра Национальной Оперы Габаистка Здравствуйте! Здравствуйте! И Алексей Калисников Впускник Московской консерватории Концертирующий исполнитель Исполняющий самый широкий репертуар от классики до рока, фолка кельтской и цыганской музыки Добрый день! Добрый день! Ну что, мы тогда начнем, наверное, с афиши неделя начиная с 19 июня Она приходится на Лига на праздники Да, как раз на праздники И те, кто не уедут отдыхать не уедут жарить шашлыки прыгать через костер одно другому, правда, не мешает и приглашаем приобщиться к классической музыке потому что, мне кажется, все-таки Рига – это столица Латвии это и часто культурный центр и Европы и достаточно интересные мероприятия проводятся И это, конечно, в первую очередь проводится для рижан для нашей изысканной публики 20 июня, в четверг в 19.00 в Церкви Святого Павла на Д-глава-1 благотворительный концерт «Вход за пожертвование» выступают молодые очень талантливые музыканты еще студенты Латвийской Академии Музыки София Зайцева фортепиано и орган она будет играть на двух инструментах такое, кстати, часто случается когда органисты перед тем, как выбрать своим одним инструментом они сначала совмещают и есть два направления это музыковеды, которые становятся органистами и пианисты, которые становятся органистами конечно же, пианисты к музыковедам относятся снисходительной и говорят, что это неудавшиеся калеки но то же самое, пианисты говорят про неудавшихся органистов которые стали бывшими пианистами вот такой каламбур есть и пианисты, которые становятся музыковедами и музыковеды и пианисты в одном лице вот, на самом деле музыкант может быть органистом достаточно в почтенном возрасте как, например, известный российский органист но в первую очередь виолончелист Александр Князев когда он в 16 лет триумфально выиграл конкурс Чайковского а потом переиграл руку и впал в огромную депрессию и его вывела музыка бах он поехал учиться в Нижний Новгород и обучился второй специальности стал органистом и сейчас играет и на виолончели и на органе и более того, несколько лет назад стал еще играть на фортепиано это, мне кажется, такая барочная традиция когда исполнители играли на разных инструментах с достаточно большим блеском так вот, у нас вот юная музыкантша если можно так сказать София Зайцева которая играет и на фортепиано, и на органе будет играть 20 июня в церкви Стоу Павла а вместе с ней начинающие прекрасные музыканты Даниил Кузьмин, баритон и Дарья Баранова, флейта и у них разнообразная программа от Баха до Шопена а также будет Свиридов, богоматерь в городе Страделла, Моцарт и стоит отметить, что эти музыканты играли уже в церкви Стоу Павла в начале мая и публика их настолько доброжелательно приняла то ли из-за того, что это молодые музыканты и всегда как бы пытаются поддержать молодых начинающих талантов но в то же время, мне кажется, что София Зайцева настолько талантливая она так прекрасно играла на фортепиано который достаточно сложный в этой церкви у него неровная трактура и исполнять на нем достаточно сложно приглашаем вот на этот концерт 20 июня в церкви Святого Павла а 21 июня у нас будут выступать гости нашей сегодняшней программы церковь старой или старая церковь Святой Гертруды как говорится, не хватило у нас святых в Риге для того, чтобы обозначить церкви и на русском языке достаточно забавно это звучит старая церковь Святой Гертруды новая церковь Святой Гертруды и вот как раз в старой церкви будет звучать старая музыка, шедевры эпохи барокко и выступать будет Анастасия Хатулева габаистка, солистка симфонического оркестра латвийской оперы и Алексей Колесников, скрипач а компонировать им буду я на органе и мы подготовили очень замечательную программу потому что, мне кажется, не часто можно услышать двойной концерт иоганта Себастьяна Баха для габоя, скрипки и оркестра оркестр будет замещать органы вот я хотела спросить кто-нибудь из музыкантов вот Алексей или Анастасия играли до этого этот концерт или он так же и в вашей практике будет звучать впервые? Анастасия Лично я его играла уже несколько раз первый раз тоже это было в качестве халтурки А что такое халтурка для наших слушателей? Ну как, это не основная то есть моя основная деятельность это играть в оркестре и дополнительные, если концерты то это дополнительные заработки музыканты называют это халтурки Ну а это концерт или это все-таки то есть халтурка вообще то, что это было в Москве у нас говорили халтурка это пойти поиграть в подземном переходе А Герман Брон говорил, что для него халтуры нет никакой где бы он не играл и что бы он не играл Абсолютно, это же не значит, что ты готовишься к этому так же ну вот, то есть это получается не халтура То есть имеется в виду не основная работа Да, не основной, это не основной заработок Ну вот назовем это так Алексей, а что для вас халтура? Ну, такое сложное слово для меня халтура это я считаю, что это музыканты, когда ревную друг другу в какой-то работе, какому-то концерту когда вот, я думаю, что у оркестрантов были какие-то еще и не основные там как бы не основная работа то есть какие-то отдельные концерты которых приглашали то есть стешили, играли, концерты красивые все, программы чудесные вот, а кому не удавалось тот, как-то, может быть, ревновало может быть, как-то слово это в обществе музыкантов прозвучало, халтура, да? Ну, халтура это, что это, не выученный текст? Да нет, на самом деле здесь все очень однозначно то есть халтура может быть музыкантская халтура когда музыкант не подготовился и слушатели могут назвать а, музыканты сегодня схалтурили но также у нас, конечно, есть вот это, как Настя сказала халтурка или халтура когда музыканты идут играть или, как в Москве или в больших городах в подземный переход или на улицу Арбат это то же самое, что в Юрмале это Йомас, да? то есть там, когда выстраиваются музыканты то есть это называется халтура когда вроде бы играется репертуар которому обучается классический музыкант но тоже в треме там есть и джазовые бенды и все что угодно и точно так же музыканты играют в переходах в метро и в ресторанах и вот это академические музыканты называют халтурой в нашем есть еще более грубое слово Это из-за гендера на улице играют Чарли Штаг но в то же время иногда можно услышать абсолютно полноценный концерт на улице и поэтому это слово конечно его не любят многие музыканты но оно у нас присутствует это абсолютно нестойно это очень интересно повернулся у нас разговор потому что я, например, думаю что дело не в том, что ты играешь в переходе а дело в том, как ты это делаешь я так думаю и в этом смысле слово халтура оно от своего основного значения никуда не отступает потому что для музыкантов халтура это я как музыкант тоже могу сказать хотя я так сама не поступаю но это, так сказать, часто бывает когда просто идут с невыученной как вы сказали с невыученным текстом собирается квартет который никогда в жизни не играл вместе они каждый выучивают там свое и они тут же собираются вот это они сами они сами понимают это не их так называют кто-то они сами понимают что они это делают левой ногой на живульку на коленке и можно еще много всяких слов собрать и вот тогда это реальная халтура именно поэтому так и называют а, кстати, слушатели могут и не понять могут не понять когда даже играют того же Вивальди времена года а как раз именно вот эти халтурные концерты которые обычно, конечно, их играют студенты которым нужен заработок и то играют какую музыку самую популярную Вивальди, Арио Баха Шутку Баха играют Духовики и прочее то есть это самый золотой фонд который на слуху у слушателей и даже многие слушатели скажут ах, какое великолепное исполнение потому что все равно в то же время несмотря на то, что музыканты собираются, например, вчетвером но если они окончили консерваторию это все равно есть определенный уровень это не то, что из музыкальной школы У нас ведь в прошлом одной из программ как раз таки звонили слушатели они говорили, что рижская публика все-таки латвийская публика невероятно требовательная и многие музыканты которые, ну вот, может быть, считают ну, приезжают, как бы, думая, что они могут а, их там публика все это воспринимать Попроще Провинция Да, не столица Они получают, в общем-то, такой достаточно прохладный прием потому что, ну, да, сразу-сразу чувствуется Ну, в Москве так не считают сколько я помню я как-то стоял в очереди просто в консерватории ну, за билетом к Юрию Баршмету на концерт и стоял, ну, большая была очередь все как-то так по студенческому на такой концерт не пропускали и пошел как-то разговор просто с предыдущими стоящими людьми в очереди так я не помню там контекста но я сказал, что я из Риги и мне ко мне как-то так о, это же Рига это же Прибалтика там-то любят так искусство мы вас можем пропустить а вы учитесь тогда вы меня немножко продвинули вперед то есть, ибо это было не раз я вообще пользовался этим моментом говоря о том, что я из Риги это было вот я работал какая прелесть такая визитная карточка да, да мы хотим всегда так это обозначить волшебные слова очень было даже вот так интересно да, ну так а сам концерт-то сам концерт, конечно не будет никакой халтуры потому что мы занимаемся очень серьезно очень ответственно и программу подобрали сплошь шедевры действительно как я ее назвала шедевры эпохи барокко кстати, для меня стало немножко удивлением что очень что многие рижане это для них не очевидно слово барокко когда я окончила московскую консерваторию и много лет занимаюсь продюсированием и в Москве когда делаешь названия шедевры барокко там еще есть крефеи эпохи барокко то есть для многих это является понятием и все знают что там будет в этой программе а здесь я столкнулась что и в фейсбуке когда опубликую и в разговоре что очень многие слушатели не знают что такое эпохи барокко я надеюсь что сейчас пойдут многочисленные звонки скажут что же вы мы знаем что такое эпоха барокко и вам сейчас расскажем всех композиторов которые туда входят ну вот очень ждем звонков чтобы вы меня разубедили если есть желание можно звонить 67212-93-9 67213-93-9 ну и у нас и вот программа что же у нас там будет конечно же крефей самый главный представитель эпохи барокко и орган Себастьян Бах который будет представлен органным творчеством таката и фуга ре минор а также фантазия фуга соль минор это органные сольные сочинения и конечно же заключающий заключительный аккорд этого концерта двойной концерт для габоя скрипки и органа до минор в трех частях и солировать как раз будет габоистка Анастасия Хатулева скрипач Алексей Колесников очень сложное и невероятно красивое произведение помимо этого с Анастасией Хатулевой мы исполним адажу Александра Марчелло Ре минор из единственного концерта часто этот концерт причисляли к творчеству его брата Бенедетта Марчелло который был как раз считался более талантливым композитором и в принципе считался композитором а Александра Марчелло себя в первую очередь считал философом поэтом и математиком и музыкальное творчество подписывал псевдонимом Этерио Стинфолико и именно из-за этого концерт Ре минор который сейчас в репертуаре каждого габоиста я не совру Анастасия нет не ссорю это самое знаменитое сочинение мне кажется которое есть у Габоя да? именно Александра Марчелло нет вообще вот это вот адажо Ре минор для габоя есть что-то более знаменитое чем это Марчелло эпоху барокко для габоя считают это как золотой век габоя поэтому на мой взгляд там нельзя выделить одно наиболее удачное произведение я говорю не удачное а знаменитое среди публики популярное просто популярное конечно я не музыковед а вы просветитель я считала что вы пианистка и просветитель но тем не менее как вы считаете я считаю что это самое популярное габойное произведение Настя а какое для вас самое популярное произведение для габоя я к одному произведению не склоняюсь мне очень многие нравятся нет не нравятся а вот самое популярное когда говорят габой вот скрипка все таки ассоциация вот флейта это сразу говорят шутка баха Все равно никуда ты не денешься Прямо произведение Я бы, наверное, сказала Больше мне ассоциируется гобой Из сольных партий оркестра Допустим, Чайковского, Лебединое озеро Тоже очень популярный Конечно, невероятно популярный Потом, ну, Чайковский, да, очень любил гобой Это все потому, что у нас в первую очередь У нас солистка симфонического оркестра Да, потому что Когда сольный гобой Вот какие еще концерты для гобоя С оркестром Сольные пьесы именно Вообще, 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 да Вообще Моцарт написал прекрасный концерт До мажор Штраус написал концерт Для оркестра с гобоем На мой взгляд, они очень То есть для нас это вершина То есть постоянно, если ты хочешь попасть в оркестр Получить работу в оркестре Это два концерта Которых ты должен играть на прослушивании И по нему уже отбирать Попадешь ли ты во второй тур И будут ли слушать оркестровые трудности И есть ли у тебя шанс попасть То есть это самых сложных Потому что играть классику очень тяжело Она очень чистая Такая кристаллизированная, я бы сказала И всегда можно понять, какой музыкант Как он, как ритмичен ли он Какова интонация у него Инструмента, да Чисто ли он играет В стиле ли он играет Музыкант, звук Почему, мне кажется Концерт Штрауса такой знаменитый Потому что он физически очень сложен Там настолько В этом концерте камерная Очень камерная музыка, на мой взгляд Надо уметь сыграться с оркестрантами Не только ты выходишь сам как солист Но ты должен всегда быть в ансамбле С каждым музыкантом в оркестре Ну вот, мы как раз услышали Мнение Анастасии Хатулевой По поводу того, какая музыка Для Габоя самая известная Конечно, вы меня, Анастасия, абсолютно не убедили Я по-прежнему считаю Александра Марчелла, а даже Ре Мино Как самым известным Который как раз прозвучит 21 июня Алексей будет также Алексей Колесников принимает участие В этом концерте Какое для вас самое известное сочинение Эпохи барокко Именно для скрипки С чем ассоциируется барокко и скрипка Ну тут проще можно ответить Сразу надо назвать Чикону Баха Мы говорим про Баха Чикону Баха – это такой монумент Это такая архитектура И такая форма, которую нужно выдержать И произведение очень мощное Одно из таких произведений, которое Когда ты сам уже его исполняешь Понимаешь, как будто ты сам уже оркестр Вот все, что составляем Можно сыграть концерт Брамса с оркестром Там все равно будет оркестр Скажем, там можно какую-то здесь сонату Баха Ну это уже камерная музыка Для наших слушателей стоит пояснить Что Чикона, о которой сказал Алексей Это Чикона для скрипки соло Да, для скрипки соло И там фактура такая, что в общем-то все держится на аккордах И как будто написано для органа Поэтому звучит очень мощно Там все, либо разложенный аккорд Либо ты где-то достаточно, но долгое время можешь Развивать какую-то кульминацию, которая будет постоянно переливаться в аккорды То есть это же бесподобная абсолютно музыка большой энергетики Вот, так что Мы сейчас сделаем небольшую паузу После чего вернемся и продолжим нашу культурную среду Микс-ньюс Продолжается особый выпуск разворота Программа «Культурная среда» Посвященная классической музыке Ну и вот что еще у нас на этой неделе И тогда мы перейдем к фестивалю «Артиссимо» Да, мы закончим нашу неделю Очень неожиданный поворот получился у нас в первой части программы Где мы обсудили совершенно необычное явление, как халтура Вот, а очень интересный концерт будет В котором принимают участие наши гости 21 июня, в пятницу в старой церкви Святой Гертруды Алексей Колесников-Скрипач, Анастасия Хатулева-Гобой Я, Елена Привалова-Эпштейн, буду играть на органе И в программе у нас Дитрих Букстыхуды Томазо Альбинони, адажо, соль минор Томазо Виталий, чекона, соль минор для скрипки и органа Марчелло, ре минорная адажо И в заключении концерта двойной концерт для Гобоя, скрипки и органа Иоганна Себастьяна Баха 22 июня в Цесисе всех приглашаем на потрясающее мероприятие Кантата Карла Орфа, Кармина Бурана Ну а сейчас мы переходим к нашему гостю, к Инне Давыдовой Которая расскажет нам о фестивале, который стартует в конце июня 30 июня, да? 30 июня, воскресенье, первый день фестиваля Артиссима В этом году наш фестиваль идет три дня Состоятся пять концертов И я очень рада, что мы продолжаем традицию И предлагаем музыку слушателям в обоих залах И в малом, и в большом И по традиции фестиваля Артиссима Который в этом году проходит уже в седьмой раз Мы начинаем концерты молодых музыкантов в малом зале А в малом зале где? Там же в Центре В Центре, в Центре Да, конечно Там два зала Там два зала и малый зал изумительный Он действительно с исключительной акустикой Которую удалось сохранить и после реставрации И наслаждение в этом зале музицировать Ну а для молодых музыкантов это и большая честь Играть в таком зале И поэтому мы так очень строго отбирали наших юных музыкантов Но и юных, и молодых То есть у нас там будут и подростки Которые будут играть на скрипке На саксофоне На ударных инструментах А потом и сафету переймут уже взрослые молодые музыканты Это замечательная пианистка Роксана Тарвит Которая просто пассионарный исполнитель камерной музыки В том числе И она будет играть в двух составах С велончелисткой замечательной Она будет исполнять Соната Дебюси А со своим партнером, пианистом Каспаром Бомбишем С которым они объездили всю Европу И на каждом конкурсе, в котором они участвовали Они получали призовые места То есть просто такой идет Они просто переезжают с одного конкурса на другой И всюду собирают эти лавры Они будут исполнять Сонату Пуленко Изумительной красоты музыка Для четырехручного фортепиано И закончат очень необычным для наших концертов Мы этого не слышали никогда Я сама заинтригована Сочинение Машковского в трех частях Это три разных танца По-моему, минуэт, вальс и венгерский танец Роскошная, салонная, очень виртуозная, очень яркая музыка Все привыкли, что машковский автор только этюдов Да-да-да, я сама играла В школе, в колледже, и вы как пианистка тоже их изучали Оказывается, у него есть и концертные произведения Да, причем Роксана сама предложила и сказала, что это очень яркая музыка Я ей доверяю, потому что она очень хороший музыкант То есть у нас будет полноценный молодежный концерт И мы называем его «Аванти Артиссимо» То есть это игра слов, с одной стороны, это вперед, Артиссимо А с другой стороны, имя «Аванти» носит наш молодежный фестиваль И вся молодежная программа, которую мы ведем уже тоже седьмой год И в этот же день у вас будет еще один концерт И в этот же день в большом зале в 8 вечера Большое открытие фестиваля Изумительная португальская фадиста Анна Моура Со своей группой уже не впервые приезжает к нам в Латвию По моему приглашению В этот раз с новой программой Мы ее не слышали 4 года И мне тоже очень интересно будет узнать Как она за это время изменилась Потому что, конечно, музыканты молодые Они матереют, они обретают опыт И голос ее очень роскошный Вы знаете, что это за жанр для наших слушателей фаду? Фаду, вы знаете, я в свое время очень была интересна Я когда впервые услышала фаду Я его услышала не в вокальном исполнении А в переложении для саксофона И влюбилась в эту музыку Потому что мне она просто показалась очень красивой А потом, когда я углубилась в этот вопрос И когда мы стали приглашать других фадистов У нас была еще такая потрясающая певица-миссия из Франции То я поняла, что без этой музыки Я вообще не представляю, как я до этого жила Что касается самого жанра фаду Это народные песни Типично португальские Которые пели в свое время Женщины, отправляющие в море своих мужей рыбаков То есть это песни плач? Это и плачи, и надежды, естественно Это и любовная музыка Это и песни возвращения Потому что они надеялись, что они их дождутся Из бурного моря И со временем этот жанр развился В такое полноценное Уже не просто народное пение А в такое сотворчество В котором участвуют и народные музыканты И классические музыканты И традиционные оперные певцы И другие инструменталисты Миссия в свое время, например Она, когда приезжала к нам с концертами У нее в поддерживающей группе Были и рояль, и контрабас Инструменты, которых традиционно Фаду быть не могло Но мы знаем, что многие жанры Особенно вот такие Скажем, в олд-мьюзик Они сейчас приобретают абсолютно новую краску Новых поклонников и новых последователей В самой музыке То есть сами музыканты ищут новые возможности Для самовыражения И, естественно, пробуют свои силы И в других жанрах В том числе и Фаду У нее, у нынешней нашей гости Анна Моура Анна Моура, да У нее традиционный состав Фаду А какой традиционный состав? Гитаристы, ударники Флейта То есть, ну, вот тот состав Такой переносной Это жанр импровизации все-таки, да? Или это... Нет, это песни Это песни Они, многие из них имеют куплетную форму Многие из них такого танцевального характера Она тогда заводит весь зал И зал начинает и подпевать И подхлопывать И даже пританцовывать в конце Музыка действительно очень красивая Очень напевная Невероятно мелодичная И многие сочинения исполнены Очень глубокой тоски И я помню, как вот на концерте Миссии Удивительно было Был концерт в Национальной опере Она вышла на сцену В белом полотняном платье И босиком И она сказала, что это не Так сказать, не дань моде И не эпатаж А это вот так Так мы стоим Она вот прям так провела руками Так вертикально Так мы стоим Так мы врастаем в эту землю На побережье И так мы плачем И так мы ждем Вот это то, что она говорила А для тех, кто был в Лиссабоне Это, конечно, уже дух И этого города Старинного, средневекового С его черно-белыми кафельными плитками С его узенькими улочками Где любой мечтает спрятаться От палящего зноя И вот этот жар И тоска Создают неповторимость Вот этого жанра фаду И должна сказать, что Наша, как будто бы Прохладная балтийская публика Она в свое время полюбила Первой любовью пьетцолу В свое время лет 20 назад А теперь с таким же жаром Воспринимает и фаду Ну пьетцолу у вас как раз будет В следующем концерте Пьетцолу у меня будет как раз в следующем концерте Но программа, которую мы назвали Пьетцола forever Она будет расширена Потому что в концерте Легендарный аккордеонист Ришар Гальяно Будет исполнять не только музыку своего друга И такого музыкального соратника Астора Пьетцолы Но будет играть и музыку Мишеля Леграна С которым он очень дружил И собственные сочинения Которые, я хочу заметить Не уступают музыке Ни пьетцолы, ни Леграна Просто Гальяно человек скромный И вообще он музыкант Музыканты, они народ такой Они любят прежде всего музыку А не себя, да, хорошие музыканты И вот Гальяно как раз таким относится И что интересно Что в этот раз с ним будет новый состав С которым он сам еще очень мало играл И когда мне предложили Я сказала, что раз Гальяно хочет Я выполняю его любое желание В этом смысле музыкантском Это будет пражский струнный квинтет Вот, они играют разную музыку Хотя они, конечно, музыканты академического толка Но вместе с Гальяно они будут играть Как раз и Пьетцолу, и Гальяно, и Леграна Это концерт состоится 1 июля в понедельник Ну и во вторник у нас 2 концерта Может быть у вас ко мне есть какие-нибудь вопросы Чтобы это не превратилось в мой монолог Сам Гальяно же на аккордеоне Я понимаю, да? Он играет на аккордеоне Он играет на бандонеоне И он играет еще Я забыла, как называется этот духовой инструмент У которого есть клавиши Варган? Нет, нет, нет Вот мы можем спросить наших слушателей Может быть нам кто-то скажет Я просто вдруг забыла Это как гармоника вот такая Ну не губная гармоника, естественно Он вертикальный У него есть духовая, как это сказать И маленькие клавиши И сбоку клавиши, как у детского рояля Мы все знаем А конечно, как он на этом еще тоже играет Но в этот раз приезжает с аккордеоном То есть он без бандонеона В этот раз вот с аккордеоном Этот аккордеон едет отдельным местом, естественно Сейчас все очень сложно Потому что будем уважать музыкантов И их инструменты Да, ну вот и два концерта у нас состоятся во вторник Они более академичные? У вас фактически академическая программа Только одна получается? У меня получилось, что академические программы У меня обе в малом зале И первая, и вторая И первая, и вторая, да Ну так сложилось Дело в том, что мы же очень мобильные Вот мое музыкальное агентство Ну я сама такая Мы очень реактивные, очень мобильные И главное условие, я всегда говорю Нет плохой музыки Да, есть То есть никакой жанр не неплох Кроме скучного Но есть жанры, которыми мы не занимаемся Мы не занимаемся поп-музыкой Не попом, не роком Хотя я не говорю, что этого не будет никогда Потому что есть разные варианты Когда это может быть очень к месту Но просто в этом году Учитывая, что появилось совершенно другое предложение В Юрмале в этом году От других устроителей Другие фестивали Я решила, что я 14 лет приглашала в Латвию Замечательные оркестры Я решила сделать перерыв Сделать более камерную программу Сделать сама камерную программу В принципе, я играю каждый год Я выпустила только прошлый год Просто по объективным причинам И не играла сама А так я все годы, начиная, наверное, с 4-го или с 5-го года Каждый год в рамках того или иного фестиваля Я даю камерный концерт с певцами Всегда Это было всегда Это был Шостакович Это был Чайковский Это были старинные романцы Это Шостакович был дважды Это было редко исполняя музыка Например, цикл на стихи Микеланджело Или с квартетом на стихи Блока Ну, а, кстати, в этот раз Это будет целый вечер Сергея Рахманинова Это тоже большая редкость Да, и для Риги это большая редкость Недавно у нас был Рижский фестиваль Где у нас играли как раз Рахманинова И Сергея... Ой, гость нашей будущей программы Да, Андрей Асокин Андрей Асокин играл и романсы, и прелюдии Сергея Рахманинова И мне кажется, это подарок для Рижан 2 июля в малом зале в Дзинтере будут звучать романцы И при этом гости замечательные исполнители из Москвы Расскажите, Яна Иванилова, Саид Галечия Тут их двое, но на самом деле есть еще и сюрприз Еще Ирина Должен Я готовилась к передаче, как я могла не знать наших гостей Ну, самое главное, что началось все действительно с дуэта Яна Иванилова и Саид Габечия Саид Габечия был гостем нашей молодежной программы «Аванти» Еще в прошлом году И тогда всех поразил своим жаром, пылом душевным И очень такой тонкой интерпретацией, утонченной, я бы сказала, романцев Римского-Корсакова Он молодой, ему 25 лет, 26 Вчерашний студент Гнесинского института Сейчас он продолжает учебу и работает в Вене И мне очень хотелось с ним что-то сделать еще Потому что я почувствовала, что мы можем очень интересно сотрудничать на сцене Я вспомнила, что в прошлом году состоялся невероятный музыкальный марафон в Москве Когда в течение трех вечеров два певца, Саид Габечия и сопрано Яна Иванилова Исполнили все романцы Рахманинова Ух ты! В три вечера в Доме музыки Это был заказ Дома музыки Предложено это было Яне Иваниловой Как признанной камерной певице российской Именно, которая считает своим музыкантским долгом исполнять именно русскую музыку И она пригласила Саида Габечию в пару Потому что есть мужские романцы И выбрала она его именно потому, что он такой Она его услышала на конкурсе, где она была в жюри, а он пел И он ей так понравился, что она пригласила его себе в партнеры И мы так и предполагали, что будет концерт с двумя певцами Но у меня была мечта Ну что значит мечта? Эта мечта уже несколько раз воплощалась Наши слушатели знают, что у меня есть замечательный партнер Близкий мой друг Ирина Долженко Ведущая солистка Большого театра Замечательная оперная певица Известная во всем мире Которая очень тонко и очень по-особенному исполняет и камерную музыку И за 25 лет нашей дружбы мы исполнили огромное количество разной музыки И Шумана, и Шуберта, и Чайковского, и Мисковского, и, естественно, Рахманинова Я знала, что в этом году она не сможет приехать Но чудом буквально на прошлой неделе она мне написала, что она может вырваться на три дня Поэтому это такой сюрприз для наших слушателей Что любимица рижской публики А она как только выходит на сцену, в зале начинается ор Обычно, то что ее просто знают Уже целое поколение выросло на наших с ней музыкальных приношениях И фанаты у нас есть и в классической музыке Конечно, есть, и их немало Все зависит, конечно, от исполнителей Потому что Яну Иванилову, например, у нас не знают, никто Но ее очень, конечно, хорошо знают в России Она действительно превосходная певица Очень тонкие музыканты И стоит отметить, что помимо Рахманинова У нее действительно, как сказала Инна, в репертуаре Произведение русской музыки, начиная от самого начала Она исполняет Бортнянского, поет Глинку И это не каждый музыкант может этим похвастаться Помимо вот такой тонкой, прекрасной программы 2 июля, где будет звучать музыка Рахманинова В заключении фестиваля у вас очень яркое В этот же день, можно сказать, можно остаться после 6 часов Выпить чашечку кофе и отправиться уже на другой концерт Это для меня тоже большая радость Потому что эти музыканты у меня будут впервые Они вообще в Риге, мне кажется, были однажды А что это за музыканты? Это замечательная группа из Соединенных Штатов Америки Называются они Take Six Это группа черных певцов Которые исполняют акапелло «Все» Ну, специализируются, конечно, на джазе, на госпеле Самая титулованная акапелло-группа мира У них 10 грэмми 10 грэмми Я вообще не могу себе вообразить 10 грэмми Это же сколько надо работать, чтобы записать Те, не знаю, 50 дисков, из которых 10 получат грэмми Скажем так, это же не то, что ты записал-получил Это же огромная работа Кроме того, они обладатели 10 премий Дов Это такая, называется, голубка Премия, которая выдается из исполнения Не выдается, присуждается из исполнения госпель музыки Госпель, это, мы знаем, это негритянские духовные веснопения И масса самых разнообразных призов Но они не почивают на лаврах Они придумывают новые программы И я очень рада, что нам удалось их заполучить Это было просто чудо Потому что через день у них концерт в Норвегии И я думаю, что только поэтому они согласились Потому что они не знают, что такое Рига Они не знают, что такое Юрмала Они не знают, что такое концертный зал Дзинтери Они не знают, что такое фестиваль Артиссима Но теперь они узнают, и мы их очень-очень ждем Роскошная программа, конечно, очень яркая, очень своеобразная У нас, кстати, музыку акапелла в Латвии любят У нас даже есть теперь фестиваль акапелла Да, но вот именно акапелла я имею в виду ансамблевые Они просто хуриные Они именно ансамбли Они поют и инструментальную музыку, и вокальную То есть у нас таких акапелла групп несколько Но в числе их друзей и поклонников я назову две Это Манхэттен Трансфер И это наши большие друзья Риэл Групп Великая, я считаю, группа шведская Которая по популярности сразу идет за Аббой Вот шведский товар Абба и Риэл Групп Стоит для наших слушателей немножко конкретизировать А акапелла это ансамбль, который без инструментального сопровождения И более того, это группа мужская Это мужские голоса И многие как раз действительно очень ярко, интересно И музыка Еще раз расскажите, что такое Госпол для наших слушателей То есть это джазовые напевы То есть это, хотя не знаю, Алексей, это джазовые или какие-то Все-таки напевы Госпел в свое время, он начинался, конечно Он потом преобразовался, он стал как бы предтечей И одним из источников И одним из составляющих фундамента джаза Как жанра отдельного Но Госпел это духовные песнопения Ну, как по учебнику, да? Ну, а мы все в хижине дяди Тома Пели, значит, обращались к Богу Вот это знаменитый Госпель Live my people go, например Который знают все, я его напеть не могу Но если бы я напела, вы бы Live my people go Вот это духовные напевы в Америке Потому что, конечно, наших слушателей можно испугать Им все время церковь Стоу Павла, церковь Стоу Павла Литуранские напевы, которые звучат в бахе Конечно, это не то же самое То есть это совершенно другая музыка Это другая музыка Это другая мелодия Вспомним, что чернокожие рабы И вообще люди вот этого цвета кожи Они когда с похорон возвращались Пели Госпели, они уже танцевали Поя эти Госпели, они уже танцевали Потому что жизнь продолжается То есть эти Госпел тоже очень разные Но это не... К нам приезжали, кстати, в Латвию Несколько известных Госпел-групп Но в данном случае это не Госпел-группа Это именно акапелла То есть они поют и Госпел Они поют и джаз Они поют и инструментальную музыку Переделывая ее на вокальный лад То есть нас ждет, конечно Совершенно необыкновенное музыкальное открытие То есть они имитируют Получается они имитируют инструменты Имитируют инструментальную основу У них есть ритм Горлом это делается горлом Это делается губами Один из них может имитировать контрабас Второй постучит перпусю какую-то Другой делает так И то есть это как будто создается ощущение Что если с чётками У вас возьмут в группу Я могу только на одном А там даже в мульте Ну представляете То есть вы можете не только на фортепиано Потом можно еще Ой, я так поняла Инна, вы готовились То есть вы после того, как отыграете Если я буду жива Если я буду жива Если я буду жива Потому что вы знаете Это каждый раз происходит одно и то же Поскольку когда у нас этот Рахманина Вокальный концерт Потом обязательно концерт легкой музыки Ну по контрасту Вы подчисляете к легкой музыке? Кого? Вот это Тейкс 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 Конечно 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 И не поп, а легкая музыка И часто бывает так Там народ набегает к нам в артистическую Я там расслабляюсь И вдруг в это время влетает с выпученными глазами И одна из моих коллег кричит Инна, срочно на сцену Заводи следующий концерт Скажи хоть несколько слов И я прямо в этом концертном платье Мчусь на сцену И такая вся воздушная Беспечная Не обремененная Никаким Рахманиновым Все это остается за кулисами Говорю Дорогие друзья Мы рады вас приветствовать На закрытии фестиваля И потом выхожу и понимаю Что я даже слушать музыку не могу У меня нет на это сил Но закрытие будет позже Сначала у вас открытие Восемь вечера Да, открытие 30-го в 5 часов Можно прийти на два концерта Послушать очень талантливую молодежь Потом точно успеем мы выпить и кофе И съесть мороженое И даже что-нибудь более крепкое, чем кофе И потом Анна Моура нас ждет Фестиваль Артисима Ну, а это была программа Культурная среда Спасибо огромное До свидания